Африканское сало. Как пальмовое масло влияет на здоровье? Африканское сало. Как пальмовое масло влияет на здоровье? 8 часов 20 ноября 2019 года. Обновлено. 10.14.20 ноября 2019 года. Масло. Москва. 20.00 Ария новости. Татьяна Пичугина. В России подняли налог на импорт пальмового масла. В связи с этим в обществе развернулась дискуссия о его свойствах и о том, нужно ли оно вообще. Этот продукт получают в тропических странах и завозят к нам уже переработанным. Из него делают мыло, косметику, биодизель, но потребители больше волнуют его использование в пищевой отрасли. Как нас обманывают производители. В начале этого года в биолитене Всемирной организации здравоохранения опубликован доклад ученых из Великобритании и Индонезии индустрии пальмового масла и незеразной болезни. Авторы делают вывод, что производители этого продукта ведут себя так же, как табачные и алкогольные компании, продвигающие на рынок вредные для здоровья товары. Они применяют неэкологичные методы производства, используют лоббистов, недобросовестную рекламу, скрывают правду о составе продуктов. Все это чтобы получить максимальную прибыль. В первую очередь ученых волнуют экологические последствия производства пальмового масла. Его делают из плодов африканской пальмы, но основные плантации находятся в Индонезии на Борне и Малайзии. Ради них вырубают тропические леса, которые, как известно, служат легкими планеты. В результате сокращается биоразнообразие. Раз тут выбросы углекислого газа в атмосферу, возникает угроза вымирания орангутангов. Практика выжигания лесов под плантацией наносит прямой вред здоровью местного населения. 5 ноября, 8 часов. Как Малайзия с Европой из-за пальмового масла поссорились. Проверено на крысах. В научной среде не так много разговоров о влиянии пальмового масла на здоровье. Проблемы несколько притянуты за уши. В Европе больше высказывают озабоченность экологическими последствиями его производства, но довольно однобоко. Там свои леса вырубили и теперь успешно развивают на их месте сельское хозяйство, рассказывает РИА Новости профессор Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии и факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель исследовательского центра здоровое питание. Пальмовое масло получают из мякоти плодов. Деревья растут очень быстро, плодоносят каждые 2-3 недели. Это дает существенный выигрыш в объеме получаемого продукта и сильно снижает себестоимость по сравнению, например, с рапсом и кукурузой. Неудивительно, что в мире наблюдается взрывной рост его производства. Как и все растительные масла, продукт масличных пальм состоит из смеси насыщенных и ненасыщенных жиров. Его особенность в соотношении этих компонентов и примесях. Насыщенных и ненасыщенных жиров там примерно поровну, 47,2 и 52,8% соответственно. Кроме того, оно обогащено антиоксидантами, каротиноидами, токоферолами и токотриенолами, составляющими витамина Е. Чтобы повысить качество, растительное масло рафинирует и дезодорирует с помощью нагрева до 200 и 230 градусов соответственно. Таким образом его очищают от летучих компонентов, запаха. Но это приводит к образованию 3-монохлорпропан-1,2-диола, глицидула и глицидуловых эфиров. В пальмовом масле их несколько больше. Глицидуловые эфиры токсичны в очень больших дозах. Это показали испытания на грызунах, на основании которых Международное агентство по изучению рака присвоило этим соединениям группу 2А вероятно канцерогенные. Дозу, вызывающую рак у животных, уменьшили в 25 тысяч раз и приняли как предельно допустимую для всех растительных масел. Соответствовать ей очень сложно, требуется менять технологии рафинирования и дезодорирования, продолжает ученый и добавляет, что люди употребляют переработанные растительные масла более 100 лет и каких-то серьезных проблем с ними не замечено. Источник, в ГБОУВА Московский государственный университет имени МВЛМАН и СОВА. О.С. Медведев, Н.А. Медведева. Вопросы питания. Том 85, номер 1. 2016 жирные кислоты присоединяются эфирными связями к атомам углерода молекулы триацилглицерида. Считается, что насыщенные жирные кислоты в пальмовом масле связаны в основном в одном или три положении, поэтому они расщепляются и всасываются так же, как ненасыщенные. Источник, в ГБОУВА Московский государственный университет имени МВЛМАН и СОВА. О.С. Медведев, Н.А. Медведева. Вопросы питания. Том 85, номер 1, 2016. Жирные кислоты присоединяются эфирными связями к атомам углерода молекулы триацилглицерида. Считается, что насыщенные жирные кислоты в пальмовом масле связаны в основном в одном или три положении, поэтому они расщепляются и всасываются так же, как ненасыщенные. Почему пальмовое масло используют в детском питании? Насыщенные жиры в пальмовом масле представлены главным образом пальмитиновой кислотой. Это важнейшее вещество для животных. Оно вырабатывается у нас в организме, входит в состав клеточных мембран. Пальмитиновая кислота играет ключевую роль в развитии плода в утробе матери на ранних стадиях, в становлении нервной системы, мозга. Новорожденный получает ее с молоком матери либо в составе смеси искусственного вскармливания. Пальмовое масло один из источников пальмитиновой кислоты. Ее экстракт добавляют в смеси для младенцев, там ее нужно очень много, говорит Олег Медведев, 18 июля, 11-6. В Мездраве рассказали о безвредности пальмового масла. Жирное вредно. В мире господствует точка зрения, что насыщенные жиры опасны для здоровья в большом количестве, их потребление нужно сокращать. Основанием тут послужили исследования 1960-х. Американский биохимик и диетолог Марион Несли из Нью-Йоркского университета анализировала те старые исследования и обнаружила, что 156 из 168 были выполнены при поддержке производителей сладостей. Вольно или невольно авторы этих статей слегка скорректировали результаты. Углеводы были признаны менее вредными, чем насыщенные жиры. Сейчас этот стандарт подвергается сомнению. Если раньше долю жира в общем показателе калорийности пищи рекомендовали сводить к 26%, то теперь можно допускать и 30, и даже 40%. Важно соотношение разных жиров. На насыщенные должна приходиться одна треть, на ненасыщенные две трети. Твердые фракции не должны составлять более 10% по калорийности, говорит профессор Медведев. 11 июня, 16.12.3. Ученые выяснили, почему жирная пища заставляет нас переедать. Правда о тренжерах. Пальмовое масло нормальное, такое же, как и все растительные масла. С практической точки зрения оно не опасно, утверждает Олег Медведев. Он с коллегами исследует влияние масла на микробиоту и здоровье. Недавно они сдали в печат статью, где изложены результаты сравнения нескольких видов растительных масел, тренжеров, заменителей жиров. Ученые 18 недель кормили этими продуктами крыс и смотрели, что происходит с микробиотой в желудочно-кишечном тракте. Маркером служило количество водорода, выделенного в результате деятельности бактерий. Это антиоксидант, который всасывается в кровь и оказывает положительный эффект на организм. В присутствии пальмового масла микробиота грызунов выделяют даже больше водорода, чем в присутствии других растительных масел. А вот тренжеры оказались действительно вредными. В прошлом году у нас принят закон, ограничивающий их долю двумя процентами от суммарной массы жира в продукте. И это правильно, говорит он. 18 ноября, 15.31 РИА Наука ученые выяснили, почему с возрастом растет живот. Продолжение следует...